Дорогие друзья, добрый день. Тема нашего эфира – благотворительность. В нашем обществе как-то не очень принято говорить о хороших делах, о благотворительности, когда ты в этом деле участвуешь как меценат. Мол, сделал хорошее дело и забудь, не хвались. А почему бы, собственно, не похвалиться? Вот я предлагаю вам сегодня похвалиться и рассказать какие-то истории про благотворительность, которые действительно помогли тем, кто в ней нуждается. Вы уж точно знаете об этом немало. Ну, наверное, я начну, да? С позволения Николаевна. Здравствуйте, уважаемые слушатели и телезрители. Вообще хочу сказать, что являюсь сам как инвалид и могу много-много рассказать про благотворительность, которая мне самому помогала. И сейчас вот, находясь в этом положении, я могу сказать, что благотворительность, она как таковая меня сделала именно вот при, когда я ездил на спортивные игры за рубеж Италии, Испания и следующие там города, которые были покорены нашими спортивными достижениями, не только со мной, но и с другими представителями Российской Федерации. И когда мы устраивали праздники, когда отправляли людей, я еще сам толком не знал, как заниматься благотворительностью. Просто вот ходил, меня узнавали как человека именно общественного мнения, лидера, скажем, да, по Инстаграму просили. Поэтому вот когда были какие-то моменты, когда нужна была помощь, и люди уже по узнаваемости ко мне приходили сами, мы можем помочь. Но в этом случае я хочу заметить, что люди делились на открытость и на закрытость. Закрытость, она несколько нам в дальнейшем не помогала. Вот когда мы говорим, что человек помог инкогнито, кто, не будем говорить, но он помог, соответственно. Это существует такая тенденция, что он чисто для себя все сделал, это его личное эго было с хорошей точки зрения ублажено. А когда человек работает априори на публичную какую-то более массу, этим люди заряжаются. Чем больше людей узнают об этом, они говорят, я тоже хочу помочь, соответственно, как-то побудить себя дальнейшим активным действием. Но от этого, соответственно, растет только количество нуждающихся, которые получат ту или иную помощь. Соответственно, мы всегда за то, чтобы публично это освещали. И, соответственно, нам, нашей группе людей, эта помощь приходила в соответствующем образе. Вот как-то так. Я согласна, что вот важен баланс, и вот интрига сама, да, и какая-то недосказанность, она очень много сил отнимает. Вот вы отлично восстановили баланс, вы сначала сами нуждались в какой-то помощи, вы ее взяли, вы восстановились, и вы теперь сами помогаете тем людям, или с вашей помощью кто-то помогает, которым такая помощь, благотворительность нужна. И дело лишь в том, чтобы для тех, у кого есть ресурс такой, сделать это правильно. И иногда нам проще, там, увидел какое-то объявление, какой-то счет, перечислил там небольшую сумму, да, ну просто как-то, правда, для какой-то галочки, да, я помог, не прошел мимо, как вот бродяжке, там, копеечку, да, или как в церкви перекрестился, отдал там 50 рублей, вроде как, ты не прошел мимо беды. Окончательный результат никто не смотрит. Да, а, например, когда, когда это некий какой-то вот алгоритм, когда тебе нужно сделать то-то, то-то, какую-то информацию собрать, да, и понять вообще, как будут использоваться твои деньги, и в конечном результате, что ты получишь, какой итог, это все-таки какое-то время, да, это какие-то силы, и почему-то люди не выбирают чаще вот так, а выбирают вот первый вариант. Это быстро, это для утоления своего эго получается. Вот здесь есть такая структура, поэтому Алена Николаевна сейчас, наверное, продолжит, и на эту тематику очень хорошо. Кроме того, что это быстро, это еще и опасно, потому что такими методами обычно пользуются те, кто собирает деньги совсем не на лечение. Есть такое. Да, вы использовали такое слово «хвалиться», да, «хвалиться», но на самом деле вот я… Я немножко иронично его использовала. Да, иронично, да, и давайте вот разовьем эту тему, поскольку, ну вот Гаврил начал, и действительно вот я абсолютно согласна на тех пунктах, что, во-первых, это должно быть заразно, то есть, как говорится, человек увидел, что люди помогают, и, соответственно, примкнул к этому благотворительной деятельности, да, то есть, если один кто-то, вот мой друг помог, почему бы и мне не помочь, да, это во-первых. Во-вторых, мы таким образом информируем, что данный человек нуждается в помощи, соответственно, это тоже вот расширяет охват тех, кто мог бы помочь, да, вот для чего это все делается. И, в-третьих, это, конечно, отчетность, потому что человек, который помог, хотел бы увидеть, что вот он пожертвовал 100 рублей, а в результате вот того, что, например, той же акции, да, конкретному ребенку, например, помощь идет, то сколько же все-таки собрано? Да, и, конечно, человеку очень приятно будет увидеть себя, фамилию свою в том списке, и когда вот ты не можешь, например, миллион собрать, у нас была акция для Салива Ильямы, очень много денег было, 15 миллионов нужно было для того, чтобы помочь и выкупить лекарства, да, и, соответственно, конечно, один человек и не 10 человек это делали, а очень-очень много людей, и когда это оповещалось, когда люди видели, как, сколько, кто как помог, соответственно, это тоже вот очень хороший пример, и человеку приятно, что он помог. Ну, возвращаясь вот вообще вот к сути благотворительности на примере Гаврила, на примере благотворительного фонда «Праздник жизни», которому завтра вот исполнится 20 лет, вот как-то судьба так распорядилась, что Гаврил меня сюда пригласил, и я даже не думала, что и на радио выходить, или же об этом рассказывать, ну, как-то вот так всё вовремя само пришло, да, получается. На самом деле это очень непростой путь, то есть просто так вот проснуться и сказать, да, я буду заниматься благотворительностью, я хочу помогать, на самом деле это совсем другой путь, и за 20 лет я как учредитель, я сейчас работаю в другом месте, я возглавляю комитет по делам семьи и детства с 2019, с 2018 года, как меня избрали второй раз народным депутатом, я сама сейчас как доброволец помогаю благотворительному фонду «Праздник жизни», и он продолжает работать. На самом деле, вот как учредитель я хочу сказать, что это очень непростой путь, и просто так вот, лишь бы чем-то заниматься, вот как Гаврил сказал, чтобы своё эго там этим не занимаются, это на самом деле, вот Гаврил, пример вот Гаврила, как он пришёл, сам прошёл этот путь, мы тоже с супругом прошли весь путь родителя, чтобы основать и организовать и собрать родителей, то есть это у каждого свой путь, но просто так вот за 20 лет, поверьте мне, сколько было разных, создавалось, но они не выдерживали, потому что это очень большой труд, и причём он такой же, как обычная организация, да, вот это же, ну так же, как обычная организация коммерческая работает, но по сути это не коммерческая, то есть без прибыли, да, но все правила, которые есть у коммерческой организации, они есть, то есть это та же налоговая, отчёт в налоговую, да, также регистрация. — Сейчас ещё усилились эти правила. — Они усилились, да, и все, вот, всё, что есть у коммерческой организации, есть и у некоммерческой организации, да, и, соответственно, законы каждым годом ужесточаются, да. — Да, проверки, 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 поэтому, а ты ещё больше становишься профессионалом в этом деле, вот сейчас, как Алена Николаевна сказала, мы этим живём сейчас, я по сфере своей жизненной деятельности, получается, который мне присвоил Боженька, я вот веду именно вот эту активную жизнь на виду с другими своими активными товарищами, Алена Николаевна уже более 20 лет работает в этом направлении, поэтому мы это всё как-то душой ощущаем, можно сказать, как, где, что сделать хорошо, чтобы данному человеку помочь, данному человеку как-то ослабить вот это вот его, допустим, какую-то свою сложную жизненную ситуацию, вот. — Было бы хорошо, конечно, чтобы это был какой-то вот такой рабочий алгоритм, что вот, например, нужна помощь, да, человеку, и он просто знает, что я вот сейчас приду в этот фонд, я расскажу о себе, предоставлю там определённые документы медицинские, заключения, и этот фонд начнёт работать. Вот, может, не очень удачное сравнение, как риэлторская контора, да, ты приходишь, ты знаешь, что ты обратишься за профессиональной помощью, и уже как-то это всё будет учитано. — Правильное сравнение. — И, ну, к сожалению, вот у нас как-то в ходу больше, например, в соцсети, да, когда там в Инстаграм мы видим какое-то объявление и просят о помощи, или какую-то такую вот историю, которая тяжёлая и затронет вот твою душу, да. — Дети. — Да, или про детей пишут, или про пожилых людей, да, вот что-то с ними случилось, и люди вот просто могут либо напрямую отправить деньги, либо на какой-то счёт. — Я вот, извините, что пребываю, вот пока не ушла мысль, вот сейчас мы наблюдаем то, что даже используют детей в этом, ну, всё драматичная и драматичная ситуация складывается, когда через соцсети, допустим, через блогеров, я тоже сам признаюсь, что вывешивал ту или иную информацию, не с проверенными данными, которые действительно должны были проверяться определёнными работниками в сфере именно благотворительных фондов. Там эта работа уже настроена. Я сам с недавнего времени являюсь директором благотворительных фонда «Аура», где у нас сопряжены именно работы с людьми с инвалидностью. Кому-то на операцию, и же с ним резко понадобились деньги, и мы вот должны будем помогать. Вот. Соцсети сейчас именно влияют на эту нашу работу, когда мы должны вот проверять скрупулёзно, да, деньги собираются, ну, по щелчку, соответственно, да. Но качество именно, как правильно сказать, качество, некачество, существуют вот даже мошеннические какие-то действия из другого региона. Мы вот даже ловили, один известный блогер, девушка, сообщила мне, что вот, как говорил, вот посмотри, пожалуйста, на эту фотографию, вот этот человек, он хочет, чтобы я ей помогла. Она, у неё очень большой, огромный, огромная публика подписчиков, которые, соответственно, могли бы собрать 6 миллионов, вроде, что-то такое было. Собрать энную сумму вот эту вот. Мы с ребятами, вот, покопавшись, действительно, с правоохранительными органами, выяснили, что этот человек давным-давно уже где-то там занимается вот этими мошенническими действиями, и он является там организатором какой-то пирамиды. И, соответственно, вот на этой болезни он просто паразитирует, вывешивая вот эти вот слизистые картинки, не подтверждающие документы, фиктивные, он отправляет её в регионы ещё. Соответственно, он сам азиат, и в Инстаграме, сами знаете, особо не предъявляются паспорта, не смотрятся, и вот есть какая-то история определённая, есть какие-то моменты, что вот всё, осталось несколько дней, пожалуйста, помогите. 50, 100 рублей, 10 рублей от человека. Вот здесь вот важно заметить, что работает именно личностное эго человека, когда он просто вот говорит, я хочу сделать приятное, хорошее дело, и отправляет эту денежку. Вроде бы несложно, и сумма небольшая, но потом остаётся такой осадок, что вот как-то тебя обдурили, использовали, и уже в следующий раз не хочется вот в эту тему как-то в ней участвовать. У нас сейчас будет реклама, буквально 2 минуты, а после мы вернёмся, ещё поговорим о том, как используют фотографии детей. У меня есть личная история. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире «Якутск. Сегодня». Вашему вниманию гости в студии депутат Госсобрания Илтумен Алена Атласова и член Общероссийского регионального народного фронта, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия Гаврил Чимаханов. Говорим мы про благотворительность, и когда этой темой занимаются профессионалы, это отлично. Но когда к ней подключаются мошенники, это всё очень нехорошо и в процессе, и в результате. К слову, вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону прямого эфира 32 00 66 32 11 66 и рассказать либо свои истории, либо задать вопросы нашим гостям. Ну, а мы сейчас давайте про случаи, которые нежелательно бы, чтобы происходили, но они почему-то происходят. Ну, Гаврил сказал, что это вообще идёт игра на эмоциях, да, потому что когда используют вот фотографии детей, конечно, каждый человек, мать или же отец, увидев то, что ребёнок умирает, конечно, будет помогать. И сейчас очень много у нас обращений идут о мошенниках извне. И причём это с использованием социальных сетей. Мне как депутату вот несколько раз обращались люди, молодые люди, которые просто, ну вот, например, подруга аккаунт взламывает и пишут, моя мама умирает, помоги, пожалуйста, сейчас прямо срочно на операцию нужны деньги. И вот молодой человек, он свои накопленные, ну, просто вот знакомая девушка, подруга хорошая, отправляет 40 тысяч. Оказывается, девушка совсем не присылала такое сообщение, соответственно, это мы и правоохранительные органы обращались. Поэтому, пожалуйста, вот я обращаюсь к телезрителям, радиослушателям. Надо обязательно вот информацию проверенную брать, брать, потому что вот сейчас мы сотрудничаем с секретаром, и когда очень много обращений идут, да, то есть кто-то отправляет вот кому-то помочь, там даже бывает так, что то, что государство, например, должно давать бесплатно, например, тот же подъёмник или коляску, да, есть программы государственные, и родитель на это начинает собирать, например, деньги. И в этом случае обязательно надо запросить документы, посмотреть, и СИКТ всегда спрашивают, действительно ли есть такой ребёнок. Мы выходим на врачей, конкретно вот надо у врачей спрашивать. Врачи знают, какие дети в каких отделениях лечатся, соответственно, они же знают историю этой семьи, соответственно, врачи могут сказать, действительно ли эта семья нуждается в помощи, чтобы ребёнок съездил, например, на дорогостоящее лечение. А сейчас вообще государство обеспечивает, должно обеспечивать бесплатное лечение, да, но благотворители подключаются в том случае, когда есть лекарства, которые, к сожалению, не входят в перечень тех лекарств, которые обеспечиваются бесплатно, да, либо нужно съездить, например, за рубеж, обязательно там какая-то клиника, которая, ну, делает какие-то уникальные операции. Но я сразу скажу, к сожалению, чудес тоже не бывает, потому что сейчас очень много вот с Кореей связано, да. Да, Южной Кореи, да, там, чтобы заработать деньги, клиники объявляют, что, ну, говорят, не говорят правду, что человек, к сожалению, в четвёртой стадии, да, терминальный практически, да, или ребёнок, не говорят об этом и говорят, ну, приезжайте, мы посмотрим, и человек, вот, ну, всё, продав квартиру, я знаю такие случаи, когда последняя надежда, соломинка, за которую практически, но бывают чудеса, но, к сожалению, Израиль, вот, Южная Корея, к сожалению, то же самое делают, та же химиотерапия, что у нас идёт, да, но идёт вот зарабатывание конкретных, коммерческий интерес, да, коммерческий интерес, да, поэтому здесь очень такой тонкий вопрос, и, конечно, если, вот, касается, допустим, детей, то, если родитель решил, например, вот, продать свою квартиру и вылечить ребёнка, то тут никто не может сказать, ни врач, ни благотворитель, да, не может сказать, что не езжайте, может быть, действительно, какое-то чудо, на чудо, да, есть надежда, да, но тут надо тоже уметь правде смотреть в глаза, когда, как, действительно, вот, иногда, вот, правда, какая бы она ни жестокая ни была, да, но вот эти зарабатывания денег, конкретно в коммерческих клиниках, да, то это уже другая история, конечно, очень печальная. Я тут хочу продолжить, вообще, нужно для населения, наверное, довести, что такое вообще благодарные фонды, как с ними работать. Фонд именно берёт изначально документацию, проверяет её, работая с врачами по этому направлению, допустим, да, и проверяет вот эту вот тяжесть заболевания, а потом уже ведёт работу с клиниками, которые вы согласились принять человека, например, в той или иной стадии. Это всё потом скрупулёзно пересылается с нашими врачами, и после этого уже начинается отработка по данному сигналу, по сбору денег. После окончания этого всего мы обязательно должны поставить вердикт, выздоровел человек, ну, или же мы его, к сожалению, потеряли. Вот этот вот именно распорядок работы благотворительных фондов всё до такой структуры уже доведено, до автомата, что вот, ну, не убрать и не вычесть. Это уже структура, которая... Но почему-то у людей есть такая, не знаю, откуда есть, нет, недоверие благотворительным фондам, когда как наоборот нужно будет доверять благотворительным фондам. Потому что я знаю много примеров, когда мошенники использовали вот эти вот сборы денег среди блогеров через Инстаграм, через соцсети, а также люди с простой инвалидностью, которые использовали деньги не по назначению. Такое тоже бывает и сплошь и рядом, поэтому от этого мы никуда не денемся, и мы не говорим, что это плохо. Ну, работу благотворительных фондов надо сейчас поднимать на должный уровень и, соответственно, с ними работать. Это априори будет лучше для защиты материальных средств граждан и для здоровья тех, кто в этом нуждается. Более того, это регулируется федеральным законом о благотворительной деятельности и о некоммерческой организации. То есть все правила игры прописаны в двух этих законах. То есть ни шагу направо, ни налево там конкретно указано, по каким правилам фонд или некоммерческая организация отчитывается. Отчетность очень жесткая. Это Министерство юстиции. Порядка там трех видов отчетов сдается. Обязательно налоговая инспекция. Если зарплата выплачивается, то, конечно, там все, ну, как и обычные организации, да. И еще бывают и проверки плановые и внеплановые. Соответственно, вот все это регулируется законом давным-давно. И если организация живет по данному закону, то есть в соответствии этим правилам, да, то, конечно, оно, этой организации надо доверять. Потому что если бы, допустим, за 20 лет когда-то отчетной не сдавалась, конечно, давным-давно бы, например, тот же благотворительный фонд «Праздник 6» был бы закрыт. Как, насколько просто, например, человеку помочь через благотворительный фонд? Вот, допустим, если какие-то такие в соцсетях вот объявления, что вот-вот ребенку плохо, сразу-сразу там номер счета перечислил, и ты можешь 10 рублей перечислить, да. А вот, допустим, если там фонд, то может быть как-то и неловко, там 10 рублей нужна какая-то определенная сумма. Насколько это быстро может сделать человек? Зайдя, например, на страницу в Инстаграм вашего фонда, посмотрев, что есть такой фонд, есть вот такие там, например, истории, которые публикуются. Я понимаю, что если мы будем поднимать в обществе доверие к фондам, то вот такие истории, которые с мошенниками, они сами по себе просто отвалятся, отойдут. Люди будут понимать, что вот если ты хочешь помочь, то вот это так. Но насколько это просто и легко сделать в сравнении вот с алгоритмом, который предлагают мошенники? Ну, здесь определенный именно риторика в отношении благодетельных фондов, именно вот касается проверок, которые, соответственно, скрупулезно и затрудняют, например, эту работу. Вот увидела, например, я объявление, да, вот ваш фонд, он как, он тоже публикует объявление в соцсетях? То же самое, да. То же самое. Да, то же самое. И тоже номер счета, я просто так же... То же самое сейчас в сравнении какое-то делаю. Ну, то же самое просто, да? Да, просто мы так же можем привязать номер какой-то определенный, на который вы можете перечислять свои данные. Но в том числе вы можете проследить всю судьбу, например, денег и человека, который вас заинтересовал, скажем так, да, определенно на сайте или же по историям, которые мы будем публиковать, и, соответственно, будем показывать, что какого до результата в основе того, что мы собирались деньги, мы добились. То есть человек берет, отправляет деньги на номер счета, и потом ему по его просьбе могут отправить документ, где... На сайте это все будет. А, на сайте, можете зайти на сайте. Вы можете посмотреть там, вот, в милии имущество, например. А если, подождите, спрошу, если, допустим, деньги собраны, да, на какую-то определенную историю, но так получилось, что либо человек сам уже как-то поправился, либо он передумал, например, ехать, если это поездка за границу на какую-то дорогостоящую операцию, но деньги эти мы уже перечислены. Есть ли какая-то возможность, ну, то есть они ему вроде как пока не нужны, да, эти деньги, на которые собирались на конкретное лечение, конкретную операцию. Может ли как-то он эти деньги обратно отдать в фонд, да, сделать возврат, и эти деньги, например, на лечение другого человека. Еще по-моему, да. Да, которому сейчас это нужно. Это по договору, соответственно, будет. Так же, да? Да. Ну, это регулируется фондом, и это очень удобно для тех других, которые, ну, вот, например, дети больные раком, да, очень часто бывает так, что особенно вот в самом начале родители стесняются, что ребенок заболел раком, да, и это часто бывает... Стесняются болезни. Стесняются болезни, стесняются того, что сослуживцы узнают, что соседи узнают, что у них такое горе, да, и, соответственно, бывает так, что когда не хотят публиковать фотографии ребенка, истории ребенка, да, мы с этим сталкивались, когда только начинали, когда не было социальных сетей, у нас в наше время была рубрика «Бумажные журавлики». Помните, вот такая... Нет, «Бумажные журавлики» мы называли, там рубрика была посвященная благотворительности в газете «Наше время». И даже в очень сложных случаях вот родители боялись публиковать, потому что, ну, особенно это у нашего вот САХА есть такое, что сглазят, вот очень много таких, ну, да, моментов этических, да, и как раз-таки, когда вот деньги собраны конкретно, да, на какое-то лекарство, то если собрано больше, то вот этот остаток как раз идет другому ребенку, который обратился и не хочет вот афишировать, да, и родители имеются в виду, не хочет говорить вот, что ребенок его болен, то по заявлению для него очень просто сделать заявление, конечно, заявлением прилагаются все документы, справка от врача, где он лечится, инвалидность, если есть там, расчетный счет, то есть все эти документы фондам собираются, предоставляются, и потом при проверке, когда Министерство юстиции проводит плановую проверку, все эти документы видны, кому же эти деньги ушли. Вот кому деньги ушли, о хороших примерах поговорим сразу после рекламы. Не прощаемся. Друзья, мы снова в прямом эфире, у нас остается не так много времени до конца эфира, и, возможно, кто-то еще нам позвонит, 32 00 66 32 11 66, поделится, либо, может быть, какой-то историей своей, может быть, задаст вопросы нашим гостям. Сегодня в нашей студии депутат госсобраний Илтумын Алена Атласова и член Общероссийского регионального народного фронта, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия Гаврил Чемаханов. Про благотворительность продолжим. И если говорить о благотворительности, в которой участвуют мошенники, то действительно они безошибочно используют фотографии детей. Я сама однажды, это, может быть, было лет 5 назад, но я как-то этот случай запомнила, и у меня очень сильный осадок остался, прям несколько дней держался. Когда я ехала в автобусе, обычная маршрутка, там было не очень много людей, но сидячие места все были заняты, и зашла девушка, очень хорошо одетая, у нее была папка, и в файлах были фотографии, и текстовые какие-то, ну вот как документы это смотрелось. Но фотография вот прямо, она была очевидна, это был какой-то фотошоп или монтаж, то есть где она сама, и у нее на руках ребенок. И она сказала, что вот с моим ребенком беда, показала эту фотографию в автобусе, и сказала, кто сколько может, пожалуйста, дайте денег. Но может быть в автобусе из всех, вот кто сидел, я не отдала деньги, и может быть еще один-два человека. Остальные все, кто 50, кто 100 рублей, все полезли и отдали деньги. Это было так неприкрыто и так очевидно, и никто из этих людей не поднял глаза на нее, вот не было контакта с глазами. Она, проехав одну остановку, поблагодарила водителя, вышла и пошла в следующую маршрутку. И в то, это было летом, в то лето я отметила, что такие случаи, они достаточно часто, кто-то мне еще рассказал. И это вот как в Инстаграм, когда у нас идет в ленте фотография ребенка, ты неосознанно как-то, вот рука тянется, ты лайкаешь, или там фотографии там животных каких-то, ты тоже не можешь как-то мимо этого пройти. И когда тебя заставляют в этом как-то поучаствовать, потом, когда ты понимаешь, что это вот такой развод, ну вот правда, осадок держится какое-то время. Возможно, поэтому иногда потом уже пролистываются какие-то объявления, где просится помощь, и ты уже не хочешь в это вчитываться. А как раз-таки, возможно, это та история, которая требует помощи. Вот на сегодняшний день какие люди ждут помощи, и вы, может быть, можете рассказать какие-то истории, которые вот сегодня хорошо бы, чтобы внимание на себя обратили. Ну я хочу сказать, что, к сожалению, детский рак, он, ну, хотя излечивается, но дети не перестают болеть. Ежегодно 30 детей в нашей республике обязательно болеют. Ну как-то вот такая статистика, да, печальная. И, конечно, они нуждаются в помощи, да. Я не буду говорить там конкретно о персоналии, но... Нет, мы имена не будем, мы имена называем просто вот какие-то истории, что... Да, есть, да, когда, допустим, вот сейчас, когда ребёнок не может здесь лечиться, когда-то сложный рак, да, ему надо выезжать в Москву. Хотя там лечение бесплатное, но все анализы, все дополнительные исследования, они делаются за деньги. Вот для чего нужны деньги, да. А хотя, извините, что перебиваю, почему не называть там имён и фамилии, если родители не возражают, опять же, да. У нас, кстати, сегодня речь идёт и о детской благотворительности, и о взрослой благотворительности в нашем городе. Простите, я вас перебила. Да, и сейчас, конечно, в преддверии Нового года благотворители идут в отделение детской онкологии, да, но тут надо понимать, что тут не дело в шоколадках и игрушках, да, а дело вообще вот в том, чтобы конкретно помочь этим детям, да. Они нуждаются, вот если... У нас республика очень большая, и когда дети лечатся от... Ну, в отделении детской онкологии через... После химиотерапии им надо отдохнуть. Вот когда они отдыхают, им надо выписаться и побыть дома. А если он живёт, например, в Северном Лусе, да, это часто бывает, и, к сожалению, очень сложно, если нет родственников, им пребывать здесь, снимать квартиру, да, и поскольку ребёнок болеет, многие родители сюда переезжают, потому что, чтобы поближе быть к врачам, когда с такой сложный диагноз, да. И вот в таких случаях, конечно, когда обращаются родители, у фонда должны быть деньги. То есть это когда вот сегодня вот врач говорит, тяжёлый ребёнок поступил, ему сейчас нужно ехать. И возьми, да, делай так, чтобы помочь этому ребёнку. И фонда по заявлениям всегда помогает. И я сейчас хочу обратиться к телезрителям. Сейчас в отделении детской онкологии нужна кровь. Любая. Поскольку сейчас идут переливания, детский рак лечится переливанием крови, да. И обязательно надо с филиографией, с филиографией, с филиографией, подойти в Национальный центр медицины, сдать кровь. Любая кровь нужна. Но главное, чтобы человек не болел гепатитом или каких-то побочных, да, не было. Сейчас вот, кстати, к сожалению... Не болел когда-то гепатитом. Да, когда-то, да. Потому что сейчас, к сожалению, из-за ковида, вот многие донорства, да, то, что у нас хорошо развивалось, немножко вот приостановило. Да, сейчас вот люди боятся ходить в больницы, сдавать свою кровь, да. А кровь всегда нужна. Я вот сейчас обращаюсь. Кровь нужна детскому отделению. Надо сдавать кровь. Кто может? Будем надеяться, что нас услышат. Вот и среди наших слушателей и зрителей есть те, кто сможет откликнуться. Потому что все-таки вот вопрос благотворительности, да, он, наверное, должен в контексте каком-то ощущаться, когда ты остаешься для себя на первом месте, да. То есть когда у тебя излишек чего-то, когда ты здоров, когда ты можешь там, когда у тебя есть деньги на необходимое. То есть не отрывать от себя вот с мясом и с кровью, да, а вот именно какой-то процент, который ты можешь отдать. Или вы считаете по-другому? Либо это сделать регулярно. Пусть это будет по 50 рублей, да, но регулярно. То есть вот очень важно же, да, говорил, вот чтобы не сразу вот так одним траншем или каким-то, да, а делать так, чтобы пусть по 100 рублей и зарплаты, да. Вот я, например, сейчас вот работаю, и у меня ежемесячно зарплата идет на детей больных раком, да. Я уже подписала, как только стала работать. Соответственно, пусть немного, но это будет регулярно. И тогда вот организация может планировать свою деятельность, знает, сколько ежемесячно будет поступать на то, чтобы оплатить те же коммунальные услуги, ту же зарплату сотрудникам, администратору, который принимает звонки, который общается с родителями, да. Вот в этом, конечно, нужна очень помощь. Я очень благодарна нашей вневедомственной охране. Они вот уже очень долго помогают Благотворительному фонду «Праздник жизни». Понемногу поступает, да, ну, тысяч, наверное, пять в месяц, да. Но это очень большая помощь для того, чтобы в дальнейшем регулировать. И, конечно, это ООО «Металлторг» — это постоянные партнеры, которые содержат зарплату вот одного сотрудника. Это очень большая помощь для организации, которая вот 20 лет работает. Я вот еще подумала, с нас же, например, там банки снимают, да, 60 рублей за то, что они нам смски шлют, например, да. Можно же тоже с банками договариваться, и сколько-то людей, я думаю, точно захотят, чтобы 100 рублей ежемесячно, 100 рублей — это маленькая сумма, но ежемесячно, если нас будет много, уходила фонд на помощь кому-то. Просто это снимается, например, так же месяц. Ты это не ощущаешь для себя, как большой какой-то суммой для кого-то, когда это с кочей, ну, да, когда это с меру по нитке, потому что это действительно хорошее. У меня, например, вот сейчас продолжу в этой тематике. У меня работа со взрослым населением. То же самое будет сейчас, после Нового года, усиливаться наша работа именно по клиническим каким-то показателям, проверкам, по документам, приемам документов и общения именно вот с клиниками из-за рубежа. Посмотрим, как они вообще отрабатываются будут. И сейчас вот хочу обратиться к зрителям, к радиослушателям, чтобы мы компания новенькая, можно так назвать компания, да, Богателемфонд Аура, который сейчас будет именно работать именно со взрослым населением. Также у нас будут, как Алена Николаевна сказала, ставится вопрос о том, чтобы и нам помогали хотя бы тоже зарплату одного человека поддерживать. Это тоже обход организации. Будем писать письмо на правительственный уровень, чтобы вот эта вот помощь тоже, соответственно, оказывалась. И люди, которые к нам будут обращаться, соответственно, будут должны быть полностью проверены. И потом результат на сайте должен быть у нас выше. Окончательный, положительный, желательный результат, который будет всем виден и, соответственно, переносит какую-то радость для того, чтобы все-таки помощь какая-то оказалась. Вы сказали, что вы еще молодой фонд. Вот молодому фонду благотворительному самая важная помощь нужна от кого и в чем она? Ну, помощь, понимание людей – это основа. То есть все-таки нужно внимание людей? Да, именно то, что фонд не открещивается от того, чтобы благотворить фонд. Мы сейчас попытались объяснить, как работает фонд, какие у нас есть тонкости в ведении этой работы. Это бухгалтерские какие-то отчеты, соответственно, в основном бумажные, это предоставление отчетности. И не дай бог где-то засыпаться. Я вот уже имел опыт, почти что закрыли счет, но все-таки как-то в уровне не ретировались. И сейчас это все нами полностью изучается. Мы расширяем штат, чтобы… У нас все сейчас происходит на более такой общественной деятельности. Я почему спросила, что подумала, может быть, нужна какая-то качественная поддержка властей, правительства и специалистов в этой сфере? Есть ли у нас специалисты, которые и огонь, и воду, и медные трубы все это осилят и пройдут? Потому что действительно тема очень непростая. У нас минута остается, но вот… Я как раз вот это сейчас хотел сказать. Например, фонд Алены Николаевны, Харсхала. Мы, соответственно, хотим все это как-то очень хорошо скоординировать и поставить в оголье, например, тоже правительство, которое будет нам помогать, а мы будем помогать людям. Да, чтобы вот эти вот опыт уже тех, кто уже в этой теме поднаторел, уже он был как-то улучшен, наверное, да? Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Я надеюсь, что этот эфир помог тем, кто ждет помощи. Помог и поможет. Слушателям и зрителям огромное спасибо за внимание. И подумайте про благотворительность, что вы можете и хотите сделать сегодня для кого-то, для кого-то, кому это нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!